Инга Орехова необычный для Молдовы художник. Кроме того, что она пишет картины, она еще страстно увлекается психологией, медитацией и любит обучать рисованию, как взрослых, так и детей. Согласитесь, все это необычно для человека, который пишет картины. Кто такая Инга Орехова и почему она так многим увлекается, ответила сама художник. Если бы вас спросили, кто такая Инга Орехова, что бы вы ответили? Инга Орехова, как я себя вижу, такая достаточно многогранная личность, если посмотреть. Цилиндр, то можно увидеть очень много частей. С одной стороны, я художник. Потом у меня есть разные увлечения, такие увлечения, как психология. Потом у меня есть увлечение, как медитация. Это очень важное увлечение, одно из важных в моей жизни. Я мама, я женщина, я личность. Я человек, который развивается, несмотря ни на какие обстоятельства в жизни. То есть для меня приоритетна моя семья, из которой я черпаю вдохновение, мои дети. И возможность постоянного-постоянного роста. То есть мне все время кажется, что мне еще нужно очень много чего нового научиться. То есть вот есть такое понимание, когда я понимаю, что я ничего не понимаю. И у меня начинается новый виток, новый старт. Познание себя, познание мира. И вот так вот мы двигаемся. Как вы стали художником? Сколько помню себя. Я не буду говорить, что я родилась в художественниках. Я была немножко девочкой, такой вот своеобразным мышлением. Я была всегда творческим человеком. Мне всегда было интересно как-то все по-другому, с другой точки зрения. Потом мне нравилось передавать то, что я вижу на плоскость, на бумагу, на холст. Потом было у меня обучение живописи. Первое моё образование, оно было уже давно закончено. Потом у меня был перерыв в творчестве, познание мира. И потом в какой-то момент у меня появилась очень большая жажда. То есть я писала очень много каких-то таких вещей для себя. Ну, у меня не было потребности показывать это миру, отдавать миру. Потом, когда начался кризис, такой духовный кризис среднего возраста, скажем, такой можно так сказать лет 5-6-7 назад, мне появилась очень большая потребность отдать миру, подарить миру то, что уже меня, скажем, переполняло. То есть вот через ощущение, через видение красоты, и ту, которую я вижу в мире, мне хотелось её воспроизвести на полотне и дальше подарить людям, в мир отпустить. Сколько лет вы уже пишете картины? Это такой вопрос очень интересный. Спросить, какие картины, в каком материале. Если мы говорим о масле, а с моей точки зрения масла, это, скажем, наиболее живописный материал, то маслом я работала в институте, это более 20 лет назад. Потом у меня, в такой очень хороший, вдохновляющий момент родился сын. Так что у меня моё развитие творчества очень связано с рождением моих детей. У меня есть старший сын Николай, и есть маленькая дочка Полина. И вот первый виток моего обучения было связано со старшим сыном. Потом был такой небольшой перерыв, и надо было думать больше о том, как помочь ребёнку, как проявить себя как мама. А потом у меня появился второй этап, когда я вам говорила о том, что у меня появилась большая потребность отдать людям радость, то, что я могу, то, что я вижу, то, что меня вдохновляет через творчество. И это случилось более 7 лет назад. У меня был такой большой прорыв, и я начала очень много писать масла. То есть был период от того периода до этого, я писала акварелью, пастелью, немного маслом. А потом, около 7 лет назад, я начала писать только масло. 7-8 лет. И масло на меня очень вдохновляет, скажем. Как получилось так, что вы, как художник, ещё занимаетесь психологией? Да, в том, что это тоже внутреннее состояние. Художник, он немножко видит мир по-другому, скажем. Он видит его глубже и тоньше. И психология и живопись — это два инструмента, которые позволяют мне, используя психологию, выразить на холсте то, что я чувствую, то, что я хочу подарить. Живопись — это эмоции, это страсть, это ощущение, это состояние. Вот чтобы прочувствовать эмоции, ощущение, состояние, страсть, очень важна психология, потому что картины у нас востребованы достаточно в Молдавии. Во всем мире картины востребованы, особенно живопись. Потому что живопись, оно само слово живопись, живое, живое творчество, в которое вложена душа. И психология позволяет мне… Ну, я пришла в психологию именно для того, чтобы на самом деле улучшить свою жизнь и жизнь своих детей, жизнь своей семьи. То есть для меня был поход в психологию — это про личностный рост. То есть мне важно было улучшить свою жизнь, и я пошла заниматься психологией. И теперь мое увлечение в психологии помогает создавать картины на более, скажем, эмоционально высоком уровне. Это позволяет чувствовать людей, что лучше дать одному или другому желающему приобрести мою картину. Какая картина будет дольше времени его вдохновлять. Какую картину в каком цвете лучше подарить человеку для того, чтобы это улучшило его настроение. То есть это очень важные моменты. О чем ваши картины? Если говорить о том, какие я картины пишу, то тут можно посмотреть опять-таки, заглянуть, вообще посмотреть на меня, как на художника. У художника вообще очень большой творческий мир, скажем, видение. И через свою живопись я передаю ощущение состояния, которое я чувствую. Пишу я то, что меня вдохновляет в жизни. И знаете, я бы еще могла бы сказать так, что вдохновение приходит во время работы. Когда начинаешь писать, самое главное это то, что пишешь. Вот не важно, как я подхожу к картине, не важно то состояние, в котором я эту картину создаю. Создаю все свои работы. Что в картинах? В картинах есть свет, радость, счастье, любовь. Вообще картины про жизнь. То есть краски для меня это тоже инструмент, который передает мое эмоциональное настроение. То есть через палитру красок можно прочувствовать вообще состояние всей жизни. Почему художнику захотелось обучать детей и взрослых? Это скорее опять вернемся к тому состоянию, что когда изучаешь что-то, наполняешься чем-то, хочется этим делиться. И в свое время, когда-то лет пять назад мне очень захотелось, чтобы то, что чувствую я, могли испытывать многие другие люди. Не важно, есть ли навык или нет навыка и опыта. Потому что есть у многих мечта, да, я хочу научиться рисовать. И у детей, и у взрослых. И к нам приходит на наше обучение, и на наши мастер-классы приходят люди и за 60 лет, и 5 лет, и 4 года. Ну и вот, скажем, 5 и уже не ограничено. И мне очень захотелось дать людям возможность в хорошей творческой обстановке раскрыть свой творческий потенциал. Выразить себя посредством живописи, посредством таких инструментов, как мастихин, кисть, тряпочки. Когда человек берет, он входит в процесс. Это живопись, это как великолепная медитация, которая выключает вот этот бег, шум, когда стресс, да. И вот в процессе живописи очень легко человек отдыхает, у него появляются новые идеи, новые мысли. У детей появляются новые и новые совершенно видения. То есть вот это вот не захотелось, а потом это очень хороший результат. Это тоже смотреть, если не только как художник, но еще и психолог-то, живопись дает результат, да. То есть сел, завершил процесс, ты получил достижение. То есть это, если говорить о детях, да, живопись дает расширение внимания. Живопись, вот эта многогранная палитра красок, дает возможность изучать посредством цвета то, что происходит вокруг, да, или то, что происходит вокруг посредством цвета, прочувствовать и увидеть это. Вот написание картин, психология, обучение детей и взрослых и медитация. Вот что для вас медитация и зачем вы к ней обращаетесь? Медитация — это очень важный момент в настоящее время. Дело в том, что медитация, на самом деле, есть очень много разных медитаций. Я занимаюсь медитацией по методу Сильва, по эриксоновскому гипнозу. Это, скорее всего, трансовое состояние, которое, такое легкое медитативное состояние, которое помогает улучшить состояние. Это состояние коррекции и контроля мышления, когда можно успокоить ум, да, привести своё внутреннее состояние в гармонию, включить ресурсы, которые помогают оздоровить и улучшить своё физическое и психическое состояние. И эти медитации, они очень полезны в групповых занятиях. Единственное, что мы не делаем, мы не делаем медитации, связанные с обучением и с детьми, это исключено. То есть это... Я провожу отдельные тренинги, где я использую элементы медитации, где я использую такие знания, которые помогают людям помочь улучшить своё именно состояние мировоззрения, гармонизировать психическое своё состояние. Как живётся художник у человека, который увлекается психологией, медитацией, обучая детей и взрослых в нашей стране, в Молдове? Вообще живётся достаточно интересно, скажем так. И я бы сказала честно, что наша страна настолько потенциальна, и у меня просто нет даже мысли о том, что можно было бы что-то делать в других странах, потому что я внутри очень люблю эту страну, я здесь родилась. Я молдаванка, украинка, я славянка, и мне нравится, что я люблю эту землю. Но для меня очень важно, почему я это делаю именно здесь, потому что для меня важно, чтобы здесь, у нас, в Молдове, было хорошо. И для этого всё, что я могу делать, я делаю. Понимаете, вот у меня... Я могу сказать только одно, что классно. Здесь есть люди, которые могут ценить ваше творчество. Здесь есть большой потенциал детей и взрослых, которые хотят заниматься живописью. Здесь есть большой потенциал людей, которым нужно хорошее состояние душевное, которые оценивают красоту, которые нуждаются в этой красоте. Поэтому в Молдове живётся хорошо. Недостатки, какие-то нюансы, менталитет мешает ли художнику? Бывают по-разному абсолютно. Просто несмотря на какие-то мои жизненные, скажем, разные жизненные ситуации, потому что не всё всегда бывает гладко. Есть какие-то вопросы, связанные с семьёй, с детьми, с работой, со всем многим. Но благодаря тому, что я пишу картину, мне помогает вот эта медитация. И живопись помогает через творчество реализовать те внутренние мои побуждения, в которых я хочу передать то хорошее людям, которое есть у меня. Художник своими картинами показывает, что в нашей стране всё идеально и красиво. Один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой – отражающиеся в ней звёзды. Инга Орехова – тот человек, который в ужасном и уродливом всегда увидит прекрасное. Продолжение следует...